детские вещи беру смотрите какие нарядные красивые вообще они здесь турцию на стоят копейки можно сказать если сравнивать сцены в россии мне очень нравится от фирмы оси вайкики здесь можно подобрать вообще яркие цветные и вот в конце лет у нас хорошие очень скидки действуют например так а это я покупала когда покупаете вы с интернета тогда они срезают такие вот этикетки видите они срезают поэтому здесь не видно цены но в общем скидки хорошие правда некоторые футболочки даже по 15 лир то есть 150 рублей посмотреть какая красота вообще но то не очень классные такие мне нравится вообще магазин но такой для детей просто мне кажется идеальным будет еще вот подружка моя заказала как привези детские купальники потому что у нас купальники в россии очень дорогие они стоят от полторы тысячи примерно и вышим детские а здесь купальники примерно по 700 рублей вот так вот по 800 рублей детские купальнички смотрите ну просто прелесть такая разница смотрите с такими поедками не знаю видно будет здесь с такими паеточками красивыми попробую достать показать одной рукой не очень удобно смотрите какая просто красота такие вот купальнички да вот у нас такие купальники стоят но даже тысяч не стоит он пускай рублей 700 вот детские купальники подружки подружка говорит они у нас меня мальчики конечно же не знаю мы покупаем плавки которые тоже здесь ну в летний сезон около 50 лир 500 рублей а вот если в конце лету можно взять и за 20 ли за 200 рублей за 150 даже можно найти но на детские ой на купальники для девочки конечно будет подороже вот такие вот такой паеточками стоил 700 рублей 800 что ли рублей но и за обычный там тоже в районе этого же стоит ну в общем разные тоже классно всякие сменки маусами из фламинго раздельные и с рюшечками просто если показывать все но очень красиво поэтому вот все привезу это конечно же текстиль детские вещи взрослые вещи друзья тоже просят привезти там некоторые по мелочам конечно если все показывать то очень долго много времени займет такие вот ремешки два ремешка и вот общество друзья добро пожаловать на мой канал мы стоят к уезжаем в россию сегодня в этом видео хотел показать что мы обычно берем с собой в россии привозим в качестве подарков ну вообще это бывает все как обычно это вкусняшки это разные сладости турецкие конечно же чай оливки и вот хочу показать что мы с собой собрали наши чемоданы уже практически готова осталось запихнуть только вот все что съедобное и вот сейчас хочу показать наш весь стол и так я беру как у нас измит считается наш город пешмани е где изготавливается сама эта вкусняшка это вот сахарная сахар вместе с ногу с мукой вот такие вот нити и делать и из шоколаде их делать и в орешках вообще много всего пиш мани е обычно я беру несколько коробок сразу конечно же своим разным родственникам друзьям также все заказывают вот такая вот пешмани е смотрите такая вот вкусняшка они как вот здесь вот на картинке также выглядят разные формы или в шоколаде и как я уже сказала с орешками есть покупая их биме потому что биме самая лучшая цена они стоят в районе 10 лир а если обычно брать торговых центрах или еще где-то там дороге где нас подается конечно же марка хорошая которая на дороге пройдет на спешмани е я не раз снимала тоже с самой фабрики я снимала там репортаж сама изготавливал даже пробовала мне получалось пешмани е это все есть на моем канале если хотите ссылку в ниже опущу вставлю посмотрите как приготовить саму это тоже вкусняшку это пешмани е вот конечно же так вот который бренд у нас пешмани е еще известные которые у нас есть измитовские они конечно очень вкусные но это тоже я обычно привожу тоже здесь вот измит тоже измит 1974 год и я тоже на не менее вкусная и по цене что главное хорошее 10 лир стоит так вот что хочу сказать на дороге на стоит от 20 и выше то есть 20 30 40 лир то есть уже больше чем в два раза дороже так я беру несколько коробочек сейчас в конце видео как все вам покажу покажу полностью мой стол как это все выглядит как я все везу то есть вот несколько сразу коробочек пешмани е вот сколько могу утащить и следующее что уж конечно с турции привести это национальная вкусняшка которые обычно все и всегда везут это конечно же луку луком фирме куска взяла такую одну коробочку руку луком он просто разные вкусы здесь без орешков просто обычно простой зима здесь 500 грамм даже есть скидки на этом в мегросе бывают скидки даже кошерное у кошерное питание здесь пометкой и веганом с пометочкой тоже можно вот хорош такой луком вот беру такую пока пол килограмм одну коробку потому что есть свои вещи с ребенком еще лететь ну в общем много особо и не взять потому что есть еще и другие заказов то что мы просили привести еще беру в биме мне нравится брать такой маленький луком тоже покажу сейчас крышка все он называется куш луком 180 грамм вот такие вот маленькие кубики маленькие кубики такая-то вот же она ванночка в районе пяти лир что ли она стоит по моему так вот даже может быть чуть дешевле это так тоже беру несколько штучек несколько штучек беру такого лукума естественно пишем не е еще конечно бы в идеале взять баклаву у нас здесь очень вкусная баклава моя самая любимая уже не раз тоже видео рассказывала это шоколадная баклава она холодная баклава шоколадная внутри у нее идет фисташки прям зелененькие такие фисташки и мелко помолоты и крупно помолоты тоже сверху есть и сверху посыпано шоколадом просто обалденная пропитка не сахарная оболочная это моя самая любимая баклава не знаю получится этот раз взять или нет ну вот как получится тем более она будет вся течь это очень опасно будет для чемоданов туда складывать то что все чемоданы прошлый раз когда я что-то брала такого плана все вытекло даже я очень хорошо скотчем перематывала коробки и вот мне что-то было жидкое то что такое сахарное то что расплавилось и вот по всей молнии предыдущий чемодан у меня это залило и даже как я пыталась отмыть этот сахар не получилось отмыть и пришло чемодан пришел в негодность поэтому быть этим осторожным с этой бакловой такое все что жидкое лучше конечно не складывать в чемодан или что-то придумывать такое как можно сложить хорошо то есть замотать за упаковать в лучшем случае получится вот так как у меня далее что привести конечно же из турции это ну турецкое кофе конечно же варить можно еще турку привести но в раз я не буду вести мы уже в подарок дарили уже своим турки джезвейми тут и варить сама кофе взяла попробовать вот такой вот кофе это же может быть на подарок посмотрим но обычная тоже она в районе около пяти шести лир может быть 78 так я уже не помню конкретно цены покупала я скажу что в мегросе я снимала накануне видео в мегросе взяла кофе попробовать вот такого чипа немецкая турецкая кофе чипа посмотрим как будет она немножко подороже будет в районе там вот в 10 лир и не помню уже 8 9 не то так вот чипа два таких два и такое одно то есть три кофе обязательно кофе конечно же вести и многие спрашивают конечно же какой же лучше привести турецкий чай что вкусненького на какой вкуснее чай я не знаю я взяла вот такой вот чай фирмы доус он весь вкусный чай турецкий он везде весь чай произведен из города ризы там его собирает и пакует и все остальное с бергамотом по моему они по моему многие чаи эти без бергамотом полкилограмма тоже брала я в мегросе можно брать везде в принципе вот цена я уже не помню то ли 17 лир около того за полкилограмма чая в общем стабильника еще из чая что я взяла например в россии у нас они видела от липовый чай может быть таких вот в крупный гипермарк это должно быть например как метра там или еще что я в не видел никогда липу есть всякие разные фруктовые чаи для похудения и там еще много чего а вот липу я не видела поэтому села липовый чай маме посмотрим понравится или нет в подарок села у сестре маме везут обычно варенье да и вот не поверите варенье дела варенье из лепестков роз варенье значит вот гюль рачили из лепестков роз это сестре туда же видно вот такие вот листочки роз сейчас переверну камеру покажу здесь особо так не видно там прям видно лепестки роз и взяла маме инжировое варенье в этот раз везут варенье инжировое дальше что еще привезу всегда беру вот такой гранатовый соус как помню что у нас гранатовый соус стоит не дешево здесь тем более в турции она уже там идеальной консистенции такой прям не жидкая жидкая примут какой должно быть и он в мегросе очень вкусно пускай быть стеклянная бутылка обычно везут пластмассовых но . показался более было по акции я взяла и такая вот пока место у меня есть чемодане на стекло можно согласиться еще что в этот раз визу оливки беру оливки с микроса с магазина мегроса мало соленые они здесь черные оливки просто обычная здесь почти около килограмма 820 вот грамм здесь тоже дела в мегросе и из приправа в прошлый раз привозила все и привозила мяту привозила там еще что-то мои особо не пользуются родственники поэтому в этот раз что просили то именно визу этого я взяла куркуму тюрмерик по-английски лизер читал по турецки куркума идет везде она идет карий она может идти в чай она очень полезно это вот это приправа на такого смотрите как карри такого же цвета тоже во многие блюда найдет в курицу в мясо во все то есть она очень полезная всегда нужно как бы класть я тоже беру несколько упаковочек несколько упаковочек кто-то просил еще в этот раз хочу привезти и что-нибудь сделать у нас такого в россии нету ну конечно есть но наподобие вот юрка тонкое тесто из него делать можно много всего и на пирожки и остальное уже готово правда единственное что в нем небольшой срок годности то есть мы будем улетать 14 числа она до 16 сентября то есть буквально на неделю срок годности на неделю буквально приехать и приготовить что-то но полезная хорошая вещь то что все что обычно с турции везут друзья это текстиль естественно же текстиль я везу полотенчики всегда покупаю полотенце но как вы уже знаете предыдущих моих видео я всегда мы заказывали здание зли у нас была огромная партия везла не один год постоянно полотенце и все заказывали и очень хорошо разбираются эти полотенца турецкие вот и такие полотенчики до сих пор нас остались я до сих пор везу в россию пока сколько поместится не знаю посмотрим у нас их их много пока сделал три штучки от завернул в ленточку посмотрим сколько по месяцев чемодане еще что везу люди просят вещи же конечно же вещи привести это что-то заказывать например купальники или детские вещи потому что здесь турции намного все качественнее дешевле у меня получается это вот такой вот это чаи пиш мне и кофе варенье чай такая вот ювка тонкое тесто оливки оливки и вот такой от гранатовый соус в общем вот такой вот у меня заказ то что привезу в россии друзья всем спасибо кто меня смотрел кому понравилось не забывайте ставить лайк подписаться на мой канал и всем пока пока